С самого начала к этому делу было приковано внимание все республики. Впервые силовики Хакасии с коллегами из соседних регионов разоблачили столь крупную межрегиональную банду наркоторговцев, которая отравила молодежь Абакана, Красноярска, Ачинска. На скамье подсудимых шестеро парней в возрасте от 21 года до 34 лет. Это жители Тюменской области, Удмуртской республики, Красноярского края и Хакасии. Сегодня прокурор зачитывает обвинения. Посредством электронных сообщений через интернет-месседжер Джаббер направляет задание имени складу об извлечении запорудованных в склад потайных мест захваток с наркотическим средством. Подсудимые познакомились друг с другом только когда их задержали. Распространяли синтетику молодые люди через интернет-магазины. Судят сегодня оператора, который раздавал команды хранителей и закладчиков смертельной отравы. На работу молодые люди устраивались через объявления в интернете, но о том, что придется заниматься преступным бизнесом, знали заранее. Наркотики чаще всего хранили на съемных квартирах. В банде была строгая иерархия. В зависимости от обязанностей наркоторговцы получали зарплату от 50 до 300 тысяч рублей в месяц. Участников данной преступной организации, которые проявляли свои деловые качества, повышали в иерархической системе указанного преступного сообщества. Могли перевести, например, из непосредственно распространителей в группу оператор, которые уже просто занимались рассылкой сообщений и получением денежных средств за реализуемое наркотическое средство. Чтобы передать дело в суд, прокуратуре потребовалось полтора года. В деле множество эпизодов. Однако защитники торговца о смерти уже заявляют, их подзащитный ни в чем не виноват. Это, кстати, у каждого из обвиняемых личный адвокат. Никакими доказательствами не подтверждается. Является лишь только предположением исследователя. Ну и то, что Мальцев именно намеревался и готовился к сбыту наркотических средств, тоже является, с моей точки зрения, только лишь предположением исследователя. Когда межрегиональная банда наркоторговцев вынесут приговор, сказать сложно. Но сам факт того, что дело дошло до суда, уже вселяет надежду торговли наркотиками, не останется безнаказанной. Виктор Буров, Станислав Колчинаев, Вести, Хакасия.